Этот хантыйский домик, расположенный в музейно-выставочном центре, элемент экспозиции, который отражает быт коренных народов Севера. Но экспонат не может в полной мере передать атмосферу реальной жизни в тайге, поэтому музейщики планируют организовать выездные экскурсии. В рамках проекта планируется организация экскурсионно-этнографического тура, который будет знакомить гостей и жителей города с традициями, обычаями, бытом коренного народа ханты не только на базе музейно-выставочного центра, но также и на хантейском стоебище. Также в рамках проекта планируется строительство традиционного жилища народа ханты, срубного дома, что в свою очередь позволит не только окунуться в быт коренного народа, но и поучаствовать в нем. Реализация этого проекта даст возможность ближе познакомиться с бытом коренных народов Севера и их национальной культурой. Проект направлен на различные целевые группы. Это могут быть как и жители Коголыма, так и гости города. Возрастных ограничений тоже никаких нет. Возможно, организация каких-то школьных туров в рамках экскурсионной программы. Семейную программу также планируем создать. То есть будем ориентироваться на всевозможные целевые аудитории, чтобы сделать более широкий охват потенциальных потребителей этого тура. Этому проекту еще предстоит побороться за звание лучшего. Победители будут объявлены уже в сентябре. Отмечу, что за годы существования конкурса социальных и культурных проектов Лукойла было реализовано более 7 тысяч различных идей. Созданы музеи славы, посвященные Великой Отечественной войне. Оснащены выставочные центры современным оборудованием. Обустроены детские мастерские для создания настоящих мультфильмов своими руками и многое другое. Заявки принимаются до конца июля. Анна Корязина, Михаил Суханов. Специально для новостей.